привет мои дорогие зрители и подписчики я рада вас приветствовать на своем канале меня зовут Юлия Илларионова я художник рисую продаю свои работы рассказываю обо всем об этом уже очень много информации полезной есть в моем блоге так что проходите посмотрите что-то вас возможно заинтересует сегодня будет такое видео на очень важную тему тоже скажем так подсказанная моими подписчиками да их тема их это волнует эта тема эта тема критики тема когда нужно выкладывать свои работы достойны ли я того чтобы выложить свои работы могу ли я продавать свои работы когда это можно делать и что делать когда пропадает мотивация из-за какой-то негативные критики негативной реакции на вашу работу вот такую тему сегодня поднимем вся важная информация есть в описании к этому ролику и к любому другому моему ролику где купить мои картины как со мной связаться мои соц сети поблагодарить вы можете меня хорошим комментариям лайками подпиской на мой канал но если вы хотите что-то особенное для меня сделать купите мою работу начнем с того что не бывает как это одинаковых мнений да то есть у каждого человека есть свой взгляд на то что происходит мире то что он видит на то что его окружает на то что ему нравится не нравится одному может очень нравится красный цвет а другой вы может просто ненавидеть и здесь нельзя никого не обсуждать не говори что вот этот неправ этот неправ нет просто человеку другой вкус это нормально нормально что все мы разные и нормально что кому-то могут не нравиться мои картины это нормально и я получаю поверьте немало критики вот посмотрите вот эти все скрины это только недавно что он мне прислали по поводу моей живописи и так далее. Но это не значит, что я над каждым этим скрином буду плакать или что-то там страдать, переживать, потому что по большему счету я в себе уже уверена, я о себе все знаю и понимаю. Конечно, когда я только начинала рисовать и первое время я вообще никому не говорила, что я рисую, то есть единицы людей знали, даже мои близкие не все знали, ну, как самые близкие, конечно, знали, но какие-то родственники, двоюродные, троюродные, они не знали, что я рисую, потому что я, в принципе, об этом не распространялась, не хотела говорить, мне казалось, что мои работы недостойны, их нельзя никому показывать и так далее, и тому подобное. Это было ровно до того момента, пока я сама не приняла себя как художника, не приняла свои работы, не приняла свой стиль, мне казалось, у меня его нет вообще и так далее, и тому подобное. Много было вопросов, стандартные у каждого художника не возникает, а мой ли это стиль, а где вообще мой стиль, а можно ли узнать, что это мои работы, то есть мне казалось, что вот когда тебе сразу из тысячи работ человек скажет, вот это твоя работа, значит тогда вот есть твой стиль. То есть все время ты придумываешь себе какие-то ожидания, какие-то надежды, мысли, что должно быть вот так. На самом деле в жизни все бывает по-разному. И понимание того, что у меня есть какой-то стиль, оно пришло только со временем, да, когда я увидела, что действительно работы в определенной технике моей, они очень похожи между друг другом, и можно понять, что это написал человек одной рукой, да, то есть человек, который именно так видит этот материал, потому что, поверьте, я рисую картину маслом, и могу их рисовать мастихином или просто кистью, и работа кистью моя будет очень отличаться от тех работ, которые написаны мастихином. Именно потому, что для меня это разные виды рисования, и я по-разному раскрываю свой потенциал с помощью этих инструментов. Или, допустим, рисование масляной пастели. Почему я говорю об этих техниках? Потому что я больше всего в них сейчас работаю, да. Тоже я одно время работала в одном стиле, и было видно, что это мои работы, а потом у меня появился разбавитель, и я стала делать работы с размытием, и это совершенно другие работы, но все равно можно увидеть, что это работы, выполненные одним человеком, да, потому что можно понять, как он ведет работу, как он делает штрихи, какие он выбирает композиции, какие он выбирает оттенки. Потому что все-таки у каждого из нас есть предпочтение к каким-то тем же самым цветам, да, формам, сюжетам, атмосферам, и мы, как художники, хотим именно выразить то, что мы любим, то, что самим нам нравится, то, что через нас прошло, мы впитали и переработали своим внутренним миром, и хотим это выразить, это впечатление выразить, там, на бумаге, холсте, неважно, на какой поверхности, да, хоть на стене. И со временем я поняла, что вообще это глупый вопрос. Есть у меня стиль, нет у меня стиля. Нужно просто работать и получать удовольствие от того, что ты делаешь. Потому что именно в процессе создания какой-то работы приходит вот это ощущение, что ты вот делаешь, делаешь уже какой-то, десятый рисунок рисуешь, и понимаешь, о, получается так классно, получается круто, что-то я новое научилась делать, что-то новое у меня стало получаться, какая-то фишечка вот моя появилась, и вот это и делает твой стиль, стиль любого человека. Если вы только начинаете рисовать, и вы сразу хотите, чтобы появился ваш стиль, я думаю, это сложно, потому что придумать вот это так, ну, может быть, возможно, такой сделать бизнес-план, да, написать какой-то проект, что вот я хочу быть художником, хочу рисовать там, не знаю, какие-то концептуальные картины там вот в таком-то колорите, и сразу же взять только эти краски, только взять определенный сюжет и работать только так. Можно, я думаю, так сделать, конечно, если у вас есть вот к этому желание, направленное какое-то действие. Но я просто думаю, что человек творчески выгорит от такой строгой какой-то рамки, да, в которой ему нужно находиться. Потому что когда мы творим, появляются какие-то странные желания, хочется взять этот сюжет нарисовать, хочется вдруг схватить там, не знаю, акрил. Вот я недавно взяла, схватила акрил и захотела нарисовать какую-то совершенно просто декоративную работу, да, которая, ну, чисто такая декоративная, совершенно не похожа на то, что я делаю обычно. Но если есть такой порыв, если хочется, почему я буду себя останавливать? Потому что я должна пререживаться каком-то стиле или какой-то технике? Нет, это все опять глупости, которые нужно просто взять и выкинуть. Критики? Критики были всегда, они будут, они никуда не денутся. Но поверьте мне, из, не знаю, из такого количества комментариев, которые мне приходят на разных страницах в моих соцсетях, каких-то негативных, неприятных комментариев, не знаю, даже, может быть, процентов 3 всего лишь, то есть это очень мало. Большинство комментариев очень позитивные, очень доброжелательные. И людей больше хороших вокруг, да, и возле вас соберутся именно те люди, которым вы приятны, которым нравится ваша работа. Критики, они один раз придут, что-то практикуют и уйдут. Не, ну, бывают такие, которые прямо вот прицепляются к вам и постоянно хотят что-то вам написать, но вы можете просто их заблокировать и все, и не обращать никакого внимания. Самое главное, нужно понять, как относиться к критике, да. Когда мы только учимся, мы еще не совершенны, мы многого не знаем. И, естественно, нужно учиться. Это нормально, учиться, всегда учиться. Я, допустим, не заканчивала никакой художественный вуз, то есть я, так называемый, сама учика. Ну, можно ли назвать меня сама учика? Сама учика – это который, грубо говоря, сам взял, там, не знаю, пигмент добыл, подумал, с чем его можно растереть, там, и начал что-то творить. Нет, я же взяла уже готовые краски, я же могу найти в интернете информацию о том, что с ними делать, какие использовать вещества, чтобы их разбавлять, на чем рисовать, как рисовать, какие кисти есть. То есть информации очень много в интернете. Мы берем какие-то ролики, какие-то статьи читаем. Есть много литературы в обычных книгах, и я их тоже покупаю, читаю по технике живописи. Например, я больше почерпнула в книгах, чем в интернете, потому что в интернете в основном разрознены какие-то кусочки именно про технологию живописи, то есть все вот эти вещества. Можно больше погрузиться в химию, краски и так далее. Там много можно всего изучать, если вам это интересно. Но поверьте, если вы рисуете, вы погружаетесь в эту среду, вам становится это интересно, вам хочется это изучать. И здорово, если вы тоже изучаете искусство, смотрите на других художников. Можете не смотреть, если вам это не интересно. Если, вот есть просто, знаете, таких людей, которые не особо интересуются работами других людей. То есть они заняты только самопоражением, им нужно выразиться. И вообще, почему рисуем мы? Почему берем краски, кисти, садимся и пытаемся что-то изобразить? Потому что в нас появился вот этот волшебный маленький огонек творчества. Ни в коем случае не потушите его, не разрешайте никому его тушить, не слушайте никого. Особенно я понимаю, неприятно, когда не поддерживают близкие люди. Мне некоторые девочки пишут, что муж не поддерживает, мама, папа, брат, сестра, лучшая подруга или лучший друг, меня не поддерживают и говорят, что это все ерунда, что я рисую. Никого не слушайте. Если у вас вот это есть маленькая звездочка, которая хочет выразить себя с помощью творчества, творите. Это не запрещено законом. Это вы ничего такого не делаете, потому что некоторые люди пишут мне, что вы там рисуете, какой-то гадости, засоряете пространство в этом мире и так далее. Я считаю, что мы, конечно, какой-то след свой приносим в этот мир, но мы не хирурги, онкологи, которые должны спасать мир от страшной болезни и вылечить человека, который может умереть. И нам обязательно нужны академические знания, нам нужна практика, нам нужно знать все вот эти нюансы, и там нельзя быть необразованным, скажем так. У нас вполне себе безобидное дело, которое может существовать без специального образования. И вообще я скажу по своему опыту. Заканчивала я университет в Лагоградской государственной, и я поступила в своей профессии, должна была быть преподавателем русского языка и литературы. Но я им никогда не была и не буду, потому что это не мое. Почему я туда поступила? Ну, потому что после школы ты не знаешь, кто ты, что ты хочешь. Школа меня не научила тому, что я могу, что я хочу, на что я способна. Мне казалось, что я ничего не могу, и только вот туда я могу поступить. А у меня была одна мечта поступить, как-то получить высшее образование, иметь обязательно диплом о высшем образовании. И мне почему-то казалось, что именно туда я только могу поступить, а в другое место, типа, я не поступлю, Хотя я нормально училась. Ну, не отличница, конечно, была, но закончила без строек я школу. И потом в жизни, когда я начала уже работать, я поняла, что можно очень многому научиться самому. Не будучи в университете, не заканчивая, не получая дипломы, а на опыте. И самое главное, чтобы у вас было желание. Когда есть желание, человек может научиться всему. Я сделала карьеру в строительной возрасли, не имея никакого строительного образования. Все абсолютно, что я узнала, я узнала сама. Я нашла в интернете, читала книги, какие мне попадались. Я спрашивала у тех, кто имеет образование. Я была на стройке, я залазила в каждую дырку и пыталась понять, что к чему, как это работает. И, естественно, если у тебя есть желание, ты научишься очень многому. Может быть, даже большему, чем тебя выучат в университете. Я не буду, конечно, спорить с тем, что есть плюсы. И в университетском образовании, в том числе художественном. Потому что, да, тебе специалист придет, расскажет, покажет. Я не спорю, да. Но всему этому можно научиться сейчас, находясь дома. Главное была бы мотивация. Я считаю так. Если, конечно, есть потребность педагоги, наставники, то, да, может быть, его можно найти не обязательно в стенах университета. Возможно, это какой-то будет художник, который вас вдохновляет. Вам нравится его работа, вам нравится его техника. Тогда смотрите его мастер-классы, пойдите к нему на курсы, если вам это требуется. Если вам это не требуется, значит, как это, с миру по нитке, да, собирайте информацию. Я вот так лично делала, потому что мне так на форме, я так чувствовала, что мне это будет более приемлемо. У меня на у человека не было такого, чтобы я захотела пойти к нему учиться, прям на курсы, куда-то записаться. Что-то посмотрела там, что-то посмотрела тут. И вот в голове что-то рождается свое все равно. У меня вся информация интерпретируется, которую я получаю. И она как-то перерабатывается вместе с тем, что я уже знаю, и вместе с тем, что я уже умею. И получается что-то свое. Вот у меня так это работает. У вас, возможно, работает по-другому. И это нормально. Не все такие, не все одинаковые, да, я уже об этом несколько раз говорила выше. Что еще главное вам понять? Вот вам пишет какой-то критик, что работа ваша, Г, да, вы, значит, тоже ничего не умеете, руки растут из одного места и так далее. Они очень много знают красивых слов. Давайте подумаем, а что за человек, который вот это все пишет? Наверное, человеку этому очень-очень плохо, да, то есть он очень, наверное, страдает. Наверное, ну как, ну совсем ему, прям вот, ну не может он просто вот мимо вас пройти, чтобы что-то не написать. Так вы задели его сердце. И вы знаете, это же классно. То есть вы его задели. Самая главная цель любого художника, это чтобы на тебя обратили внимание. И не важно, как на вас обратили внимание. Плохой пиар, тоже пиар, да. Или черный пиар, как нам говорят. И поймите, что вы так его зацепили, что он захотел, чтобы вам гадость написать. То есть прям не мог пройти мимо. Поэтому расценивайте это именно так. Если человек что-то вам критикует, ну то есть можно критиковать, а можно дать совет. Если человек воспитан и видит, что вот вы учитесь, вы только начали. И вам нужно чуть-чуть помочь, чуть-чуть подправить, чуть-чуть дать какой-то свой секрет рассказать, какой-то, ну не знаю, нюанс. То есть с благодарностью воспринимайте такую информацию. Мы не можем быть сезнайками, не можем знать все, все уметь. И если попадаются такие люди, которые спокойно тебе просто скажут, что если ты вот делаешь вот так, будет лучше там или еще что-то. То есть это нормально, это не критика. Это добрый совет, да. Если, естественно, он уважительно изложен. И как бы всем своим товарищам, блогерам, арт-блогерам я советую именно так подходить к людям. Потому что часто пишут мне, посмотрите мои работы, что вы думаете. Нужно быть очень здесь нежным и аккуратным, чтобы вот эту ранимую душу творческую не ранить. Потому что в основном мы сами в себе не уверены, поэтому мы убавим все критики. То есть, ну, грубо говоря, вот вы мне скажете, у тебя там зеленые волосы. Но я же знаю, что они зеленые. Поэтому, ну, я улыбнусь, скажу, ну, окей. Да, то есть никак мне это не затронет, возможно, рассмешит. То же самое бы с вами произошло, услышав вы какую-то критику. Если вы себе уверены, вы уже на это внимание обращаете. Но пока вы только начинаете и нет уверенности у вас еще в ваших работах и в том, что вы создали, то вы будете чувствовать вот то, что у вас зеленые волосы. Это нормально. Вы это просто перерасти должны. Продолжать творить. Дальше двигаться. И представить о себе думать, что я что-то не могу, у меня что-то не получается. Все приходит с опытом. И даже у меня уже достаточно большой опыт рисования. И то не каждая работа у меня получается. Не каждая работа я довольна. Есть работы, которые мне не нравятся. Мне не нравится, как они получились. И раньше я думала, ой, я не буду их никому показывать. Сейчас я совершенно по-другому думаю. Я считаю, что надо показывать все, что ты сделал. Потому что это и говорит о том, что ты не стесняешься ни своих ошибок, ни своих успехов. Ты одинаково относишься. То есть ты нормальный человек. Потому что тот только показывает все самое красивое, но это не настоящий человек. Это он не настоящей жизнью живет. Это как какой-то розовый мир, как в фильме про Барби. То есть что-то все не настоящее, пластиковое, розовое, воздушное, пушистое. А в жизни бывает так, что не получается. Какая-то картина не выходит. Даже бывает какая-то маленькая работа. Что там в принципе мне делать, но что-то не пошло сегодня и все. Не тот день рисования или не тот сюжет. Или просто вот что-то не сошлось. И это нормально. И даже не думайте выбрасывать такие работы или стадиции. Это нормально. Их даже могут купить. Я об этом раньше никогда не думала. Думала, боже мой, такая страшная картинка получилась. Стыдно ее вообще показывать. Ну как-то вот попробую выставлю. Особенно это было связано с работой на ИТС. Потому что я видела, что там покупать достаточно страшненькие работы, которые у нас в России бы точно это не купили. Ну попробую выставлю. Молодцы покупают. И по нормальной цене. Я поняла, что кому-то это, как мне, может не нравится, а другому человеку даже очень классно, и ему хочется это купить. Почему нет? То есть это на ваш вкус у вас не получилось. А на вкус другого человека у вас абсолютно классная работа. А вы для себя в неполучившейся какой-то работе сделаете, ну как вот, как работу над ошибками. Поймите, а что не сложилось, что не получилось, что я сделала не так, что можно было сделать по-другому. То есть это для вас опыт, который вам поможет расти дальше, чтобы следующая картина была лучше, лучше и лучше. Поэтому критики, критики всегда будут. Они никогда не закончатся, они не пропадут, потому что какой-то процент людей, вот они ходят, страдают и ищут, куда бы выпустить им свою эту негативную энергию. А вы просто эту энергию, ну как, не пропускайте ее в себя, пускай она мимо вас проходит. Оценивайте это так, что я его задел. Я его задел, потому что у меня очень много просмотров на ютюбе. Ну, процент людей, которые ставят лайки, совсем маленький. А те, кто пишет комментарии, еще меньше. Поэтому я могу вам так сказать. Большинство просто пройдут мимо. Найдутся те, кто скажут красиво, классно, ты молодец, дерзай, двигайся, иди вперед. Кто-то напишет, хочу купить. Но будут и те, кто скажет все эти неприятные слова, которые выше я вам сказала. Не думайте об этом, не переживайте. Это часть, мне кажется, любой работы, любой жизни. Тем более, если вы хотите быть художником, хотите продаваться без соцсетей, без продвижения в интернет. Будет сложно сейчас сделать что-то. Даже, можно сказать, наверное, невозможно где-то стоять на улице, продавать работы. Ну, может быть, да, это возможно, если вам это подходит. Мне, допустим, такое вообще не подходит. Мне многие пишут, ты живешь в Сочи, это курортный город. Пойди куда-то там, где все у вас тусуются люди, и продавай там работы. Да, у нас есть такие художники, которые в набережной стоят. И в парке Ливьер у нас такое есть место, где художники, а теперь еще есть отдельное место для всяких рукодельников, где всякие браслетики, сережки продают, и еще всякое-всякое там, кожаные изделия всякие, да, то есть рукодельники продают. Такие есть места. Но для этого нужно пойти и там находиться целый день, продавать эти работы. У меня этого времени нет, да, у меня маленький ребенок, и мне хочется рисовать, мне хочется для вас снимать. Я понимаю, что это мне не подходит. Мне подходит работа через интернет, да, когда я показала свои работы в интернете, мне сделали заказ, я пошла их отправила и получила свои деньги, да. Для меня это самый удобный способ, и я думаю, большинство художников продают именно так. И, конечно, придется преодолеть этот страх, чтобы выложить первую работу. И просто перестаньте бояться и сделайте это. Первый раз сделайте, второй раз сделайте, третий раз сделайте. На четвертый раз вы уже вообще перестаньте бояться. Чем больше вы ждете, чем больше вы откладываете, тем медленнее вы сами развиваетесь, тем медленнее двигаетесь вперед. Я, наверное, года два. Показывала работы, но очень мало, и не продавала. То есть я работы не продавала. Потихоньку начали появляться люди просто так сторонние, которые что-то заказывали, покупали, вот случайно увидев мои где-то работы. Начала я конкретно продавать, это уже в 2001 году, когда я вышла на Инси, и начала там активно работать. Но это все вы можете посмотреть в хронологии моего канала, есть все видео об этом, о всех площадках, на которых я работала, на которых я сейчас работаю, очень много есть информации. Так что просто берегите своего творческого этого младенца, эту звездочку, эту мечту, оберегайте его ото всех, творите, наслаждайтесь, радуйтесь тому, что вы можете, что в вас есть, живет это творчество. Потому что человек, в котором живет творчество, он становится совершенно другой. это даже не профессия, это образ жизни. То есть быть художником, это образ жизни. Не обязательно рисовать, вы можете творить что-то другое. То есть быть художником, создателем, творцом, тем, кто что-то творит, сотворяет именно творчество. и это меняет твою жизнь. Это становится тем, что меняет твое ДНК. Как ты смотришь на мир, то, как ты делишься, чем ты делишься с этим миром, как ты с ним делишься, как ты с ним общаешься. Мне кажется, творчество сделало меня лучше, сделало меня более чувствительной и более эмпатичной к другим людям. То есть я раньше была более жесткий человек, резкий. В силу своей предыдущей работы и в силу своего характера творчество сделало меня другим человеком. Поэтому не теряйте эту крупицу вдохновения, крупицу творчества. Творите, не бойтесь никакой критики, развивайтесь, учитесь. Это нормально учиться, всегда учиться чему-то новому. Это здорово, это весело. То есть вы всегда молоды. Раз вы учитесь, значит, вы молоды. И неважно, сколько вам лет, когда вы начали, хоть в 90, хоть в 100, если у вас есть это желание, всему можно научиться, потому что желание может преодолеть все преграды. На всё можно разобраться. Да, кто-то более быстро будет учиться, кто-то более медленно. Это нормально, мы же все разные. Не надо ни на кого равняться, равняйтесь только на себя, на свои ощущения. Вот всегда должны вы чувствовать вот этот задор, драйв, кайф от того, что вы делаете. Если вы это будете чувствовать, всё у вас будет получаться. Если вы будете страдать, переживать из-за критики, переживать, что у вас не получается, так как у какого-то там блогера, это будет разъедать вот эту вашу творческую среду, вашу эту творческую звёздочку. Она будет угасать, угасать и потухнет. Её бросьте краски, выставите их на вид, чтобы кто-то другой опять схватил эту звёздочку, да, и понёс. Не потеряйте её, потому что она действительно меняет жизнь. Ну и всем удачи, всего хорошего, и пока-пока!